Продолжение следует... 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 Блин, вы слышите, реально, вот эту шляпу уже... Ребята на неё постоянно отвлекаются. Так, этих мы добили. Сейчас вот этих давайте тоже прижучим. Ага, хуй тебе. Ну и долго мы такой драчней будем заниматься. Так. Похоже, у нас не хватает боевой мощи. Блин, да, у нас не хватает боевой мощи. Ай-яй, ай-яй-яй. Ну не достреливаем. Ага. Блин, блин, позвонитесь. Блин. Мы не вывезем. Не забывай, не забывай! Это наши шансы! Так... Что-то... дела плохи мои. Это наши шансы! Не забывай, не забывай! Видишь, я же говорил, Эван, теперь наше королевство в полной безопасности. Ну, да, это было сложновато, признаюсь немного. Я не ожидал ничего подобного. Ну, да. О, смотри, какая там ебака здоровая ходит вдалеке. Так, посмотрим, куда нам надо. Далековато нам надо, но пойдем. Что нам делать-то еще? Ой, крысо-пус, иди и писать не все от меня. Так, надеюсь, там есть проход, по которому я смогу дальше пройти. Но я там вижу, какой-то вроде закуток идет. Ну, ё-моё, догнал меня все-таки. Так... Ого! Ничего себе! Хо! Вот это он дает жару. Ну, он очень медленный прямо. Немножко не моего типа персонаж. Несмотря на то, что очень харизматичный мужик, но он очень медленный. Ну, ему не надо подпрыгивать, он и так до всех достает. И звук тоже забавно стреляет. Топор у него еще есть, мы сундучок возьмем. Так, ну там что-то есть, но я не уверен, что это то, что мне нужно. Подождите. Так, ну все верно, мы идем. Тут вот штука такая, а вот сюда мы зайдем. Немножко, просто неправильно я пошел, а обходить мне лень. Да ладно! Мужик, ну ты че? Ну как ж ты так-то? Я даже не успел тебя толком обкатать, а ты уже где-то там помер. Ого! Вон ебака стоит. Так. Ага, ты у нас ранен. Возьму тогда Роланда, он у нас самый имбовый чувак. Экадем. Ага. Иди в задницу просто. Вон, я тебе сейчас смогу и сколь-то шерстня расстрелять, и все просто, тебе хана сразу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ммм, это Лайдзиньские письмена. Лай что? Ну вот да, я так же сказал. Лайдзинь, а королевство по ту сторону этих лесов. Говорят, там живет еще больше народу, чем в Корнелле. Ммм, как-то странно это все. Пойдем-ка скорее поговорим с Ниром. Какие-то все громадные деревья. Да, тут можно древесины нарубить немало. Ну да, если мы одно такое срубим, я думаю, мы на все королевство наберем дерево. Так, сохранимся. Ага. Да. Так, ага, сюда. Идем. Телепортик активируем. Так, ну здесь надо тоже всякий мусор пособирать, мало ли нам что-то пригодится. Вон и идеальное опято. Ха-ха. Идет. С этими паскудами мы еще ни разу не дрались. О, сундучело. Так ты полый внутри, что ли? О, дерево-то полое внутри. Кто бы мог подумать. О, дерево-то поле. Время! Ох... Ага... Ох... Лес... Ох... Извините... Именно, меня зовут Уиллоу, и я родом из Коронова. До переворота я был учеником повара. Раз тебе негде жить, не хочешь к нам? Я создал новое королевство на равнине Глейз. Ого, правда? А я не знал, что... А я и не знал, что мне делать и куда податься. Ну вот, пиздуй к нам. Точно, прошу, сделайте меня своим придворным поваром. Я пока, правда, кроме хлеба ничего готовить не умею, но это временно. У меня вон опята есть. Я буду с нетерпением ждать твоих успехов. Значит, новое королевство находится на равнине Глейз. Все, давай, котяра, дуй туда. Ну что ж, тогда до встречи. До встречи с вами в нашей новой стране. Иди уже. Не может уйти. Ну давай еще третий раз на пасушок, нет? Не будешь? О, боже... Фух, вы меня спасли. Этот Уиллоу меня просто достал. К слову сказать, у нас тоже кое-какое дело к старейшине Ниру. Я думаю, вас-то уж точно можно пропустить. К тому же, вы только что здорово меня выручили. Прошу, проходите, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Разошлись сразу-таки. Не будем медлить, пойдем сразу к нему. Че нам тут шляться по этим полям-озерам? Хм, так, ну, вроде добрый старичок. Кто вы такие? Что-что? Вы хотите, чтобы я выделил вам дерево для строительства нового королевства? Ну да. Ха. Ха. Когда приходишь с просьбой, нужно и честь знать. А просьбы, касающиеся дел государственных, требуют непосредственного присутствия короля собственной персоной. Это я. О, я. Что, что ты? А, как же, приведи короля, тогда и поговорим. Как же, приведи короля, тогда и поговорим. Вот же я. Чистая правда, у него даже святой защитник есть. Да-да, самый настоящий. Спаси меня, Боб! Спаси меня, Боб, что? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Обычно короли стремятся показать себя, их за версту видно, а ты какой-то недостаточно статусный. Неужели я настолько не похож на короля? Ай! Эван был королем Коронелла, из-за государственного переворота в стране он потерял власть. Но он не сдается, он хочет построить новое королевство, поэтому Эван самый настоящий король. Ого, вот это драма. То есть ты тот самый принц Эван, который, по слухам, погиб во время переворота? Ну, это да, это я. А, такому драматичному герою и помочь-то хочется, да вот только... Этот лес нынче конфискован Шестуном из Лая в качестве долгового залога. Чего? Вы говорите о Шестине Ги из Лайтзиня? Что за Шастин Ги? А, верховный астролог Шастин Ги, единоличный властитель Лайтзиня. Это по ту сторону, наверное, да? Дерево, да? А, верховный астролог, у них это что-то вроде короля. Ай! Шастун пригласил меня в Лай сыграть в кости, а я взял и прихватил с собой все свои сбережения. Увлекся не на шутку и в конце концов поставил на кон весь свой лес и позорно проиграл его в придачу. Теперь какие-то типы и злая развешивают повсюду в лесу свои листовки и долдонят о выселении. Ох, беда-беда. Все понятно. Значит, листовки, которые мы видели на деревьях, информация о конфискации. Я ничего не видел. Вместо леса Нира теперь это лес Шестин Гина. Хм... Но обыграв в Лайт Зине регулярно ходят дурные слухи. Там сплошное мошенничество. И правда, все было очень подозрительно. Хм... Правитель страны жульничает в игре в кости. Если это правда, выйдет большой скандал. А, старейшина Нир, позвольте предложить вам кое-что. А, мы забираем ваш лес назад у Шестин Гина, и если у нас все получится, вы выделите нам дерево для строительства. Правда? Если вам удастся это сделать, я вам этого дерева сколько угодно предоставлю. Ну что ж, договорились. А, ты ведь не против, Эван? Нет, конечно. Да и старейшине Ниру хочется помочь. Вперед в Лайт Зине. Хорошо. Так, Верховный Астролог у нас появляется в следующий квест. Вот бездельники. А, в карты просрать собственную сторону. Так, ну этот не откроется, он закрыт. Тьфи, ради пяти голды занимаюсь акробатическими кульбитами. И тут пять голды. Ну что ж ты будешь? Ну там или двенадцать было, не суть. О, вот телепорт это наша тема. Солнечный пруд место называется. Шестин Ги всегда был очень отзывчивым человеком, с хорошим чувством юмора. Не думаю, что он способен на что-то плохое. Не могу взять в толк, что происходит. А ты что можешь взять в толк? Старейшина Нира и великий астролог Шестин Ги всегда были хорошими друзьями. Не могу взять... Да, 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 понятно. Так, так, так. Шестин Ги, Шестин Ги, Шестин Ги. Выходим из рощи, значит, да? Да не ввязывайтесь вы, делать нам больше нечего. Кстати, реально, где вот эти листовки? Я что-то ни одну не отобразил как-то по пути. Вот эти, наверное, об этих листовках речь идёт. Но я думал, это те самые какие-то надписи на этом древнем языке. Я так понял, что это... Ну, типа, ни хрена не это. Не то самое. Так... Хрен, убийца, не трогай меня. О, а это что там такое? Какая-то... Ммм... Так, я бы туда сходил. Что-то здание какое-то интересное. Так... Не обращайте на меня внимания. Меня нет. Я ничто и никто... Ай, хрен, сука, убийца. Иди в жопу. Фух... Убежали. Тут ещё один, правда, его товарищ. А вот не поймаешь меня. Уже далеко, 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 далеко... Нееет! Паскуда. Хм... Хм... Викторс! Ну, ёп... Монский... Ой, 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 ну началась драчня. Ну всё, ты оперебаешься, чёрт. Так, вот это у нас шахало. Опа. Сосат Опять саблю получил Для того, чтобы я против, отлично Берём всё это дело и идём дальше Нет, не трогай меня Видишь, я с сундуком общаюсь Сильфия Не поймаешь, не поймаешь Хотя она очень быстрая Лесной храм, что бы то ни было И вон там ещё босс Так, ну пока это что-то не будет Твою налево Ни, мы сюда даже носа не сунем Нам сразу пендали Поэтому уже носу и дадут Улетим в космос Не, мы сюда не пойдём, эти ребята слишком серьёзны в своих намерениях уничтожить нас, а мы не серьёзны в своих намерениях сопротивляться им. Нет, ну не надо. Ё-моё. Шоб тебя и тить колотить. Нужно это мне! Вот что, что, вот эту заразу, блин, просто я не люблю, потому что её хрен не поймаешь. Ладно бы, он хотя бы меня атаковал как-то, просто же бегаешь. Ну, 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 принц Иван, чё ты встал? Был бес такой, а? Не пропускал меня, посмотрите на него. Ну, он как раз вовремя отвернулся, и мы у него за спиной прошмыгнули. Ну, вообще потрясающе. Сейчас ещё этого надо как-то обойти. Может, он тоже очень вовремя отвернётся, мы там такие хруппа, и проскочим. Ну, вот сейчас он пока спиной стоит, если нас не догонит лучник, уючник, а, нет, это громовержец, но он нас тоже не догнал, и поэтому отлично. Так. А ничего, что мы вот так взяли и пообещали Ниру? Ага. Ну, попробуем что-нибудь придумать, во всяком случае, никто из нас в минусе не останется. Ну да, мы экспы получим, как минимум, за то, что тут шароёбимся. Нет, нет, ну не надо. Да ничего, это не внезапная атака, у меня, я за секунду разворачиваюсь, и ничего не происходит страшного. КОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну а судя по твоему виду, ты слабак. Ты хочешь стать моим подручным или вначале прославить мое имя? Иди в задницу. Ублюдок. Позамнилась себе. Добро пожаловать в Лайтзин, мой юный друг. Повеселись здесь как следует. Спасибо, гаечка. Если приехал в Лайтзин, обязательно должен их попробовать. Говорят про весьма популярные у постоянных посетителей гигантские гёдзе. Стоит только прокусить мягкую оболочку из теста, как внутри разольется водопад насыщенного мясного бульона. Невероятный объем, чувство насыщения и приемлемая цена придутся по вкусу даже истинным курманам. Добро пожаловать в закусочную Рок-изобилия. Что будете заказывать? А, ну все понятно. Пойдем, пейте. Я тебя снова увидел. У меня пять тысяч монет, до этого я не знал. Вот это ароматище, говорит наш друг. О, туристы его друзья-туристы. Я здесь все знаю. Давайте я вам расскажу, где тут какие магазины. Там магазин еды, прямо напротив. Там есть все очень вкусное. Дальше оружейный магазин. Это немного вперед по улице. И, наконец, торговая лавка. Поверни на узкую улку рядом с магазином еды. Вот это экскурсия. Вот это да. Ничего не скажешь. У меня это все на карте обозначено, что он здесь, да. Что-то типа около алхимии. Здрасте. Что это? Милок, ты путешественник из Коронала? Видать, родное королевство переживает не лучше времена. А тут развлекаешься. Ай-яй-яй, какой беспечный. Ну да. У, развлекался. Прям веселье из всех щелей хлещет. Ничего вот не скажешь. Бабуля. Опа. Приветики. Сливочки подобрали. Шестинги прекрасно умеют читать будущее обозвездам. Поэтому Лайт Зин так процветает. Как скажешь. Сейчас мы с ним побеседуем. Узнаем вообще, что он там, кто он вообще по жизни. Кто в карты... А, в кости. В кости он не в карты обыграл. Ну, сейчас мы его посадим на бутылку за это. Он будет знать как. Это, наверное, казино. Столько народу. И опять телепорт. Я тоже хочу сыграть после того, как наладим что-то там. Не успел прочитать. Наладим что. Нам незачем сейчас туда идти. Ну, блин. Еще телепорт? Да. Да. Так. Мы прям по красной ковровой дорожке. Что здесь происходит? Похоже, какой-то праздник. Братья и сестры, вы как раз вовремя. Священный кубикуда сейчас объявит нам налог. Что? Если священный кубик покажет единицу, то налога в этом месяце не будет. Что? Налога не будет? Да, но уже два месяца подряд выпадает шесть. А что случается, если выпадет шесть? Налог увеличивается шестикратно. Шестикратно? Такой высокий налог? Это такое бремя? Нам всем тяжело, но это судьба. Ничего не поделаешь. Будем надеяться, что в этом месяце нам повезет и выпадет единица. Определять налог броском кубика, это вздор и бессмыслиться. Это обычай нашей страны, мы всегда надеемся на удачу, и это так волнительно. И это касается не только налога. Например, решение суда у нас также определяется броском священного кубика. Ебануться. Они тоже ебанулись. Решение суда при помощи броска кубика? Именно, если повезет, ты не виновен. Не повезет, добро пожаловать в тюрьму. О, а вот и великий астролог Шестинге. Надеюсь, начнется церемония жребия. Если это ты такую хуйню придумал, то че ты дурак? Ты пес, а? Анус бы тебе дернуть. Вот-вот начнется. Интересно, что выпадет на этот раз? Хоть бы единица, я вся на нервах. О, священный кубикуда, поведай нам размер налога в этом месяце. Единица? А. О, священный кубикуда выбросил шесть. В этом месяце платим налог в шестикратном размере. Черт, снова шестерка. Ну что поделать, так решил священный кубикуда. Тот человек, похоже, и есть Шестинге. Тот парень сказал, что вот уже третий месяц подряд выпадает шестерка. Как это подозрительно. Уж не мошенничество ли это? Вполне может быть, но пока у нас нет доказательств. Сперва побеседуем с самим Шестингином. А, вот то здание. Оно, кажется, называется Зал Тысячи Звезд. Шестинге отправил сюда после церемонии. Ух, пес, я тебе сейчас покажу. Господин священный кубикуда, послушайте. Что это за дело? Снова выпала шестерка. Почти вся моя зарплата уходит на выплату налогов. Но так жить нельзя. Лайк. Вау, у нас в Форденвинде неприятность. В окрестных водах завелось чудовище. Ну так вот, мы решили избавиться от него. Покажем ему, на что способны братья-корабельщики. Ну давайте, навалите ему пиздячика хапку. А, посторонний вход воспрещен. А, мы пришли по поручению Нира. У нас сообщение для верховного астролога Шестинги. Верховный астролог человек занятой. А простым людям нельзя просто так получить у него аудиенцию. Но у нас к нему очень важное дело. Мы по поручению Нира. Нельзя. Хорошо, а как насчет того, чтобы доверить решение кубикам? Если мы выиграем, вы позволите нам встретиться с Шестинги. Кубиком, значит? Занятно, хорошо, я согласен. Но если проиграете, заплатите кругленькую сумму. Деньги, значит. Ну что ж, почему бы и нет. Что ж, я приготовлю все необходимое для игры. А вы заготовьте денежки и приходите. Так, я чувствую, этот пес тоже такой же пес, как и вот тот подонок. Поэтому я сохранюсь, прежде чем он меня облапошит. Я начинаю игру. Вы готовы? Тысяча гульденов вы можете заплатить позже. Давай. Я тебя бибу. Мы сыграем в красное и черное. Для этой игры вам понадобится три кубика. Сперва я брошу два кубика, и вы запомните выпавшие значения. Затем, перед тем, как бросить третий кубик, я попрошу вас предположить, будет ли сумма после последнего броска одиннадцать или более, или десять и менее. Если вы считаете, что одиннадцать и более, отвечаете красное. Если вам кажется, что десять и менее, отвечаете черное. Что за сложная игра. Однако, если выпадает подряд три единицы или три шестерки, это особенный случай, это называется инверсия. Сумма трех единиц три, однако в ответ в таком случае красная. Сумма трех шестерок, восемнадцать, однако ответ черное. Что? На этом объяснение правил закончено. Все понятно. Эээ, нихуя не понятно. Получается, в некоторых случаях мы можем выиграть почти наверняка. Довольно выгодные условия. Какие красивые кубики выглядят довольно дорогими. Эй, не трогать грязными руками, это священные кубики. Ими могут пользоваться только звездочеты. Ну что ж, начнем игру. Ну давай, пес. Итак, я бросаю два кубика. Шесть и один. На данном этапе общая сумма равняется семи. Итак, красная или черная? Ну, пусть будет красная. Значит, красная. Хорошо, если при последнем броске выпадет четыре и более, вы выиграли. Итак, я бросаю последний кубик. Так ты петерила. Ха, суммарное значение восемь, то бишь черное. Вы проиграли. Ну, как так? Какая досада, мне очень жаль. И это все? Если хотите продолжить, тебе придется повысить ставки. Вы согласны на это? Конечно, давай. Я в следующий раз не проиграю. Все ответы одинаковые. Эй, Эван. Давай, давай, Эван, ты обязательно выиграешь. Итак, я бросаю два кубика, но я разобрался зато. Так, значит, ты пес, я... У нас две единицы. Если выпадет еще одна единица, получится инверсия. Значит, правильный ответ будет красная. Если же выпадет что-то другое, то черная. Ну что, каков ваш ответ, красная или черная? Будет быть черная. Ну, слышь, псина, ты че? Да нет, мне кажется, второй раз был чуть ближе к победе. Что, закончим на этом? Если вы продолжите, вам влетит это в копеечку. А, то есть... Я выбрал другой ответ, и все равно мы продолжаем играть. Да, 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 да. Не важно, че уйдет. Я не могу поверить. Ну, Эван, хватит. Но, но... Что? Но ведь игра в самом разгаре. Итак, вы проиграли, а значит, должны мне 10 миллионов гульденов. Что? Что? 10 миллионов гульденов? У нас же был уговор на тысячу. Я же уточнил перед второй и третьей игрой, согласны ли вы с тем, что ставки увеличатся. После каждого следующего проигрыша ставка повышается в 100 раз. Вот и посчитайте. Тысячу умножить на 10 тысяч получается. 100 миллионов, 10 миллионов. Такие ставки нелегальны, однако он действительно нас предупреждал, и мы действительно согласились, не спросив подробности. Но у нас нет таких денег. Если вы не можете заплатить долг, сразу я запишу его вам, короче, как долг. От него не скрыться, он будет тебя преследовать, пока ты не вернешь долг. Верни долг! Сука, скринь. Охуеть. Что же делать? Мы не просто не встретили шестингин, но еще и попали на 10 мультов. Верни долг! Ну хватит уже, тупая птица. Если так посмотреть, тут не только у нас такая птичка. Гляньте, тут полно таких неудачников. К слову сказать, во время этой игры мне показалось, что каждый раз, когда привратник делал третий бросок, он что-то мудрил. И мне тоже. Правда? А я так увлекся, что и не заметил. Вероятно, это непростые кубики. Да, точно, этот тип еще говорил, мол, только звездочет может пользоваться ими. Что ж, тогда, если мы сможем изучить эти кубики, нам, возможно, удастся разобраться, раздобыть доказательства мошенничества. А нам не заглянуть ли в казино? А если в государственном казино играют в подобные игры, велика вероятность того, что там и в обращении такие же кубики. Ну да, согласна. Мне тоже кажется, что это хорошая идея. Отлично, на то вы порешали. Ты мне! Ты мне! Так, ну, я бы предложил нам с вами в казино в следующей серии отправиться. Я бы сейчас перерывчик небольшой сделал. Вот, так что азартными играми займемся мы уже на следующей нашей с вами встрече. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока и удачи. Мы практически ровно час отыграли. Субтитры сделал DimaTorzok